Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня понедельник, поэтому начинаем с обсуждения графика биткоина. Текущая цена 30 283 доллара 51 цента, то есть мы находимся чуть выше психологического уровня в 30 тысяч долларов за одну цифровую монету. Это важный уровень, месячный таймфрейм, хорошо знакомый нам график на всех таймфреймах. Давайте напомню, что в начале прошлого года был сильный рост, затем вершина, дождь с длинными ногами, первое падение, отскок, сильный рост, вторая вершина. И вот самая интересная часть для нас на данный момент, вот эта коррекция, которая идет. То есть в ноябре сформировалась вот эта медвежья свеча, затем было снижение, три медвежьи свечи, мы это хорошо знаем, у которых упускались максимумы и минимумы. Затем маленькая консолидация, медвежье поглошение в апреле и движение вниз. Текущая свеча за месяц май является медвежьей, максимум ниже предыдущего, минимум ниже предыдущего, то есть на данный момент это медвежий сигнал. Да, эта свеча может поменяться. Мы понимаем, что до конца месяца, еще примерно одна неделя или чуть больше, то есть 7-8 дней, то есть достаточно времени, свеча может поменяться. Но на данный момент на месячном таймфрейме у нас медвежий сигнал. И соответственно, быки должны быть или мы должны быть очень аккуратными. Да, конечно, здесь есть практически предыдущая впадина, которая работает, может быть в качестве магнитов, в качестве поддержки. Посмотрим, что у нас будет в конце месяца, но безусловно это медвежий сигнал. Однако ситуация становится достаточно интересной на более коротких таймфреймах. Переходим на уикли. Итак, вот оно практически последнее падение или та коррекция, которая началась в ноябре. Медвежье поглощение, до этого дождь с длинными ногами, падение. Затем от этой зоны консолидации или здесь была предыдущая впадина, мы знаем, что здесь произошел отскок. Впервые мы здесь увидели, когда цена получила хорошую поддержку. Затем здесь начал зигзаг идти вверх, якобы рисовался бычий тренд, то есть попытка возобновления роста, но график практически сделал прорыв вниз. Прошел через поддержку и, соответственно, рисуя или продолжая вот эту череду из в основном медвежьих свечей, у которых упускались минимумы и максимумы, то есть максимумы и минимумы. Возобновилось медвежье давление. Однако ситуация становится очень интересной. На прошлой неделе мы видели, что здесь рисуется молот. Это медвежья свеча с маленьким телом, то есть маленькое медвежье тело и большой щип вниз, то есть большая нижняя тень, которая показала, что здесь появляется уже мощная поддержка. Но по сравнению с предыдущими свечами, я говорю, это теоретически молот, это теоретически разворотная свеча. Вот он молот здесь, например, вот молот примерно можно найти здесь. Конечно, не сразу практически возобновился рост после молота, но он показывал, что мы вблизи некой важной зоны поддержки. Здесь, конечно, молот не получил подтверждения в виде бычьей свечи, то есть здесь нет бычьей свечи на прошлой неделе, которая практически бы показала, что ага, рисуется разворот. Но здесь нарисовалась маленькая свеча медвежья, да, она имеет минимум, то есть максимум ниже предыдущего, да, это медвежий сигнал. Но здесь эта свеча сохранилась в нижней части предела молота и она не упускалась ниже предыдущего минимума. То есть маленькая свеча, показывающая, что после молота идет пауза, это говорит, что здесь есть поддержка. Эта поддержка получается в зоне практически нижней части предыдущей впадины или консолидации, или эти консолидации. То есть где-то здесь, видимо, появляются покупатели и они пытаются поддержать цену. То есть теоретически есть поддержка. Это не говорит о том, что разворачивается тренд, что разворачивается вот это снижение, что отсюда мы на 100% ведем вверх. Это может произойти на самом деле. На данный момент нет такого надежного сигнала, но я хочу показать, что здесь по свечам, смотрите, здесь обновлялись всегда минимумы, а здесь шип большой, нижняя, большая нижняя кинь, большой шип. И здесь нет обновления вот этого максимума, то есть первоначальная поддержка. Есть маленький позитив. Сейчас я буду следить за графиком все время, если честно, периодически присматриваясь, что там происходит, потому что, ну, будет хорошо, если это начало формирования впадины. Посмотрим, все может поменяться, если вдруг на этой неделе свеча нарисует движение вниз и минимум упустится, и будет недвижнее тело, то, конечно, этот оптимальный сценарий, маленький оптимистичный сценарий оформирования дна здесь исчезнет, но пока он есть. Итак, это на weekly. Переходим на дневной таймфрейм. Вы знаете, здесь три скользящие средние, которые мы все время обсуждаем, то есть напоминаю, что у нас есть. Месячная идет вниз, цена ниже. Трехмесячная или квартальная, или 90-дневная тоже идет вниз, цена ниже. И годовая, которая практически сверху, плюс у нас медвежье распределение скользящих средней. Здесь 30-дневная, здесь 90-дневная, здесь 360-дневная или месячная, квартальная, годовая. Это говорит о том, что на рынке доминируют медведи. То есть они сильнее на данный момент, цена ниже. Медвежье распределение скользящих средней. Но здесь видно вот это практически зона консолидации. Предыдущая маленькая пауза после вот этого падения. Посмотрим, вдруг здесь нарисуется некая впадина. И в этом случае, если начнет рисоваться здесь впадина, то может сработать вот этот оптимистичный сценарий, который мы обсуждаем в последнее время, формирование широкого диапазона. Здесь условно впадины, здесь условно вершины. Посмотрим, посмотрим, что будет. Давайте сначала увидим некий более серьезный отскок, который практически нам покажет, что увеличивается вероятность того, что здесь идет формирование впадины. На дневном и weekly таймфрейме мы увидим некоторые дополнительные бычие сигналы. Вот тогда здесь будем говорить, ага, кажется, что формируется впадина. На данный момент это только маленькие предпосылки. И нужно быть очень аккуратным, потому что если цена вдруг резко упадет вниз, это отменится. Поэтому я не хочу сказать, что здесь есть бычий сигнал. Я хочу просто показать, на что я сейчас обращаю внимание, за какими сигналами я буду следить, если вдруг здесь начнет какое-то улучшение. Это на дневном таймфрейме. Четырехчасовой таймфрейм. На самом деле здесь нет ничего такого интересного, значимого. То есть мы знаем, было движение вверх, движение вниз, то есть восходящий канал, нисходящий к ним, движение вверх. Мы когда-то зафиксировали практически прорыв, то есть движение вниз, за счет которого цена возобновила нисходящее движение. Но сейчас здесь можно увидеть более аккуратно, более грамотно, где находятся вот эти впадины. И от них отталкиваться и надеяться, что здесь появится поддержка. На данный момент, на четырехчасовом таймфрейме ничего другого я не вижу. Может быть на самых коротких таймфреймах, на 30-минутном таймфрейме, на часовом. Можно следить за вот этими падающими вершинами, падающими впадинами. Вдруг начнет рисоваться некий маленький первоначальный зигзаг, который будет... У которого впадины не будут обновляться вниз и вершины вниз. Тогда уже на более коротких таймфреймах можно будет спрогнозировать некий потенциальный отскок. На данный момент это чисто теоретически такой отскок. Какая интересная цена. 3.0.3.0.3.3.0. И я иногда себе, когда вижу такие цены, говорю, а что-то происходит, почему такое интересное. Вы знаете, на самом деле оказывается, что боты, которые торгуют на биржах и поставляют котировки, они с ценой иногда рисуют эти интересные цены. То есть чисто алгоритм так настроен, что когда они поставляют котировки, округляют в сторону интересный такой порядок цифр, чтобы практически для людей это как будто бы это был сигнал. Не думайте, что здесь есть какие-то интересные сигналы. Я потом просто когда немножечко программированием занимался, помню, как мы это округляли. И с целью даже нам там преподаватели когда-то давали такие задания, чтобы число округлять. Вот так. Хорошо. Друзья, на самом деле у меня на этом все. По графику биткоина следим за ситуацией, посмотрим, если эта поддержка начнет появляться. Я вам, конечно, желаю отличного дня, удачи на финансовых рынках, хорошей недели впереди, здоровья на первом месте и до следующего обзора. Спасибо за просмотр.